Эту машину по праву называют Она исправно несет службу на протяжении полувека Один из самых массовых вертолетов мира Ми-8 в фильме «Оружие» Сложившийся к середине 50-х годов в Советском Союзе остаточный принцип финансирования вертолетостроительной отрасли не позволял рассчитывать на быстрое создание новых машин Военных и гражданских чиновников вполне устраивали хорошо отработанные в производстве и эксплуатации Ми-1 и Ми-4 Чтобы получить правительственное задание и финансовую поддержку конструктор Михаил Миль предложил модернизировать четверку снабдив ее газотурбинными двигателями Первым заинтересовалась перспективной машиной Министерство гражданской авиации Вскоре проект поддержало и командование военно-воздушных сил Не последнюю роль в получении государственной поддержки для новой министерской разработки сыграли личные пристрастия Никиты Сергеевича Хрущева В 1959 году состоялся его официальный визит в Соединенные Штаты Америки Президент США Дуайт Эзенхауэр предоставил в распоряжение советского лидера свой личный вертолет, произведенный на фирме Сикорского Сикорский Эйркрафт Авиастроительная корпорация, созданная в 1923 году Игорем Сикорским русским авиаконструктором, который после Октябрьской революции эмигрировал в США С 1930 года фирма выпускает вертолеты гражданского и военного назначения которые широко используются в США и других странах Время превращения в Советский Союз Хрущев пригласил Миля к себе И поручил Безопасный и комфортабельный К нам Сборка первого вертолета Принципиально нового аппарата От Ми-4 на нем остались только несущие и рулевой винты В конструкции фюзеляжа впервые использовались крупногабаритные дюралюминиевые детали и сварные соединения Для снижения уровня вибрации был создан новый пятилопастный винт 9 июля 1961 года всего лишь через две недели после первого полета Ми-8 участвовал в воздушном параде в Тушино А затем экспонировался на ВДНХ В его салоне Никита Сергеевич Хрущев провел заседание Политбюро ЦК КПСС Лидер страны представил новую винтокрылую машину Миля руководителям правительств дружественных социалистических стран Подобные мероприятия помогли усилить государственную поддержку программы замены воздушного извозчика Ми-4 Вскоре летающий правительственный салон Ми-8 приобрел и военное назначение Его планировалось использовать в качестве десантно-транспортного вертолета Во время государственных испытаний Ми-8 продемонстрировал высокие летно-технические характеристики По сравнению с Ми-4 скорость новой машины была выше в полтора раза грузоподъемность в два раза В ноябре 1964 года было принято решение о запуске вертолета в серийное производство В 1968 году завершились испытания установленных на вертолете боевых средств и Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС Ми-8 многоцелевой вертолет Название по классификации НАТО «ХИП» Максимальная разлетная масса 12 тонн Длина 18,3 метра Высота 5,7 метра Диаметр главного винта 21,3 метра Силовая установка Два газотрубинных двигателя мощностью по 1710 лошадиных сил Максимальная скорость 260 км в час Практическая дальность 1200 км Динамический потолок 4500 метров Экипаж 2-3 человека Полезная нагрузка 32 солдата или 4000 кг груза в кабине Боевая нагрузка 1000 кг на 4 узлах подвески Вооружение Пулеметы, управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, авиабомбы Несмотря на все свои достоинства Ми-8 уступал по высотным характеристикам Аналогичным зарубежным машинам Михаил Миль предложил модернизировать машину Установив новые, более мощные двигатели Предложение было одобрено Однако, несмотря на правительственное постановление Модернизация Ми-8 продвигалась медленно КБ уже занималась конструированием новых вертолетов Руководство Министерства авиапромышленности Не хотело нарушать хорошо налаженное производство В начале 70-х годов с эксплуатации стали снимать вертолет Ми-4 В высокогорных районах и странах с жарким климатом Ми-8 заменить его не мог Пришлось поторопиться В 1975 году модернизированный вертолет, наконец, был построен Летные испытания показали значительное улучшение Летно-технических характеристик Особенно потолка и скороподъемности вертолета Увеличилось и количество вооружения, которое вертолет мог взять на борт Новая модификация получила название Ми-8ТМ И в 1977 году была принята на вооружение Через три года машина успешно прошла сертификацию в Японии В 1981 году вертолет был впервые продемонстрирован на авиасалоне во французском Ле-Бурже Проверку своих реальных боевых возможностей Восьмерка прошла в Афганистане В суровых высокогорных условиях эти неприхотливые и удивительно живучие вертолеты Стали рабочими лошадками армии В период боевых действий в Афганистане Ми-8 широко использовались для высадки и эвакуации десанта Поиска и спасения пилотов сбитых самолетов Снабжение воинских гарнизонов Вывоза раненых и больных Вели воздушную разведку и патрулирование Наносили ракетно-бомбовые удары по маджахедам Выполняли многие другие задачи Опыт боевого применения подтолкнул конструкторов к проведению на машине ряда доработок У нас начались боевые действия в Афганистане Мы начали делать большое количество доработок по вертолету Ми-8 При наличии 24-ки, но специально для 8-ки Которые позволяли бы защитить экипаж Ну хотя бы в определенный режим Хотя это очень сложно сделать Нам на стекление ставилась броня Защищалась нижняя полусфера и так далее То есть я хочу сказать, что транспортную машину Которая изначально на чертеже Не приспособлена к ведению боевых действий Сделать живучей машиной с повышенной живучестью достаточно сложно Было усилено вооружение и повышена живучесть машин Кабину экипажа закрыли бронеплитами и бронеэкранами На носу вертолета, в заднем люке и на боковых фермах Установили пулеметы У окон вдоль бортов смонтировали приспособления для ведения огня десантниками Были предусмотрены различные варианты подвески контейнеров С крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и скорострельными пушками А также кассеты с неуправляемыми ракетами более крупного калибра Мы вынуждены были заниматься модернизацией глубокой Как Ми-24, так и Ми-8 Прежде всего направленной модернизацией, я имею ввиду, на улучшение или повышение боевой живучести То есть мы очень интенсивно работали на снижение матракрасной заметности Чтобы головки с ИК-излучателями не могли работать по вертолету эффективно По стрелковому оружию, который применяли, так сказать, джахеды Для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов Разработали, испытали и установили автоматы пассивных помех С инфракрасными ловушками и станцию оптико-электронных помех Защитили топливные баки и другие жизненно важные узлы вертолета Таким образом, на базе Ми-8 было создано уникальное транспортно-боевое средство Не имеющее себе равных по боевой мощи, эффективности и живучести Созданы уникальные образцы для сил специального назначения Не повыскаю, что эти образцы на уровне лучших мировых машин Такого уникального класса, которые признают решать специальные задачи Чем они уже занимаются и которые они уже решают сегодня Вместе с американским вертолетом UH-1 и Рокес фирмы Белл Ми-8 является самым распространенным вертолетом в мире Достаточно сказать о том, что на его базе создано более 150 модификаций Патрульные, поисково-спасательные, транспортные, госпитальные, метеорологические, сельскохозяйственные, разведчики радиационной обстановки, постановщики помех и дымовых завес, воздушные командные пункты, правительственные Вертолет Ми-8 действительно самый распространенный вертолет в своей весовой категории То есть это вертолет, который имеет взлетную массу 13 тонн, полезную нагрузку 3-4 тонны И практически машин вот в этой весовой категории, которые были бы так популярны и так широко распространены по миру, нет То есть есть ближайшие вертолеты по таким же возможностям, типа Суперпумы, допустим, французской, там того же Блэкхолка американского Однако в таких количествах, такие вертолеты и в такой весовой категории, такие вертолеты практически нигде и никуда не поставлялись По специальному заказу изготавливаются вертолеты Ми-8 с салоном люкс, рассчитанным на 7 пассажиров На них установлены двигатели повышенной надежности, надувные поплавки для аварийной посадки на воду Штатная радиостанция, которая при аварии автоматически выдает радиосигналы Специальные средства связи, бортовой неприкосновенный запас На таких машинах летали Никита Хрущев и Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин Выполнены заказы для президентов России, Казахстана и еще более 30 государств Всего было построено 12 тысяч восьмерок Они состоят на вооружении армии более 70 государств и эксплуатируются почти во всех странах мира В результате постоянной комплексной модернизации Ми-8 остается одним из самых перспективных и экономически выгодных вертолетов 21 века Восьмерка считается самой безопасной среди винтокрылых машин За простоту и надежность ее называют Василисой Прекрасной Другой вертолет Михаила Эмиля получил совсем неласковое прозвище Крокодил Рассказ о нем в следующем фильме Оружие 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 Оружие